В Ате ведуйство? Если вы понимаете о чем я, на просторах ведьмачьего мира это хорошо. Но постоянное домысливание, придумывание и создание своей альтернативной реальности в сфере каноничных билдов и истории школ меня немного удручает. Ведь всегда находятся во-первых те, кто не согласен и иногда даже вполне аргументированно. Но что хуже, всегда найдется что-то, что ты упустил и что вполне может дополнить историю, сделав ее более законченной. И даже в корне поменять представление о всех наших домыслах. Если вы не понимаете о чем я, то считайте это мнимым бредом. А если понимаете, то небольшим лирическим отступлением. Ведь сегодня никаких додумываний, почти. Только тесты, конкретика и максимально эффективное применение знака Ирден. Поехали! Привет ковбой, с вами Войс Ребус и просто канал об играх. Итак, простейшая магия в виде ведьмачьего знака Ирден. Основан данный элемент не на простой стихии, а на некой сути магии. И его иконка образована вроде как от слияния иконок всех остальных знаков. В книжной серии данный знак никак не применялся. Ну или как минимум я об этом ничего не знаю. Зато в книге был схожий знак с названием Ирген. Который работал как некий магический замок, запечатывающий что-то где-то. Его вполне можно принять за разновидность Ирдена, которая просто не нашла применения в игре. Ведь суть Ирдена в наложении печати, внутри которой действуют определенные правила. Например, замедление или нанесение урона. Если судить по игре, конечно же. Зато нанесение определенной вариации Ирдена в виде Иргена с целью запечатать и не дать открыть, вполне может быть рабочим вариантом. Но я опять ушел в дебри догадок и предположений. Давайте по факту. Знак Ирден это магическая ловушка, попав в которую противники замедляются. У знака есть альтернативный вариант. Назовем его магическая печать. Открывается он умением магическая ловушка и по сути является атакующей формой знака. Созданная печать наносит урон и замедляет противника. Дополнительно уничтожая все снаряды, попавшие в зону действия печати. Обе версии знака усиливаются навыком сила глифа, благодаря которому продлевается время действия знаков, увеличивается количество ловушек и зарядов атакующей альтернативной формы. Умение мощь Ирдена увеличивает общую силу этого знака, влияя на все его характеристики. А последнее умение в линейке Ирдена, заряжающие глифы, позволяет ловушке наносить ежесекундный урон. Как бы перенасыщая магией сам знак и область его применения, мы делаем его своеобразным отравлением. В целом звучит круто. Замедление и урон от ловушек, плюс урон замедления и отвлечения внимания от печати. И это действительно круто. В первой половине игры. На начальных уровнях Ирден реально тащит. И как только мне удалось собрать доспехи грифона, я носил не снимая их аж до конца событий, связанных с Кайр Морхеном. Но далее поддерживать билд на его основе стало тяжело. Так как урон от знаков был крайне мал. Замедление урона не наносило. Квен стали пробивать с одного удара. А никакого понимания, что билды нужно строить у меня тогда не было. Потому на долгое время о данном варианте я забыл. Отдавшись медведю и фехтованию. Но благодаря новым гроссмистерским доспехам, новым мутациям, а также моему особому подходу к билдостроению, билд на основе Ирдена, я надеюсь, получится воскресить. Но давайте не питать иллюзий и надежды. Окунемся в суровые цифры. На сотом уровне, на новой игре плюс, без шмота, навыков, отваров, зелий, мутагенов и мутацию Геральта. При мощи знаков плюс 28%, интересно откуда они, я если честно не знаю. Действует 26% замедления противников, 0 урона альтернативной версии знака Ирден и почти 13 секунд продолжительности. Пока весьма и весьма скромно. Но одев полный сет гроссмейстерского легендарного Грифона, заточенного полностью на Ирден, с 11 магическими навыками, техникой школы Грифона, эйфорией, навыками на интоксикацию силу мутагенов, отварами Туманника и Василиска на закате в дождь, чтобы отвары работали, отвара Вилохвоста после одного легкого удара и Древнего Лешего для максимизирования и интоксикации бонусов от эйфории, а также зелья Петри и бонусом от места силы ради увеличения силы Ирден, все это находясь в магической ловушке, которая благодаря гроссмейстерскому бонусу увеличивает силу знаков на 100%, моя сила знаков равна практически 750%. То есть я собрал все, что увеличивает силу знаков в целом и силу Ирдена в частности. В итоге мы получаем мощь знаков 745%, замедление 42%, причем эти 42% застыли давно и выше поднять их вероятно нельзя. Уроном альтернативной формы знака в 1127 единиц и продолжительностью действия самих знаков в 104 секунды. И казалось бы, вот оно счастье, постоянного замедления и постоянного урона, но нет, это... это ничего не работает. Даже на самых слабых врагах сотого уровня ни замедление, ни урон альтернативной версии тупо не проходит. А убивать врагов я могу обычными ударами мечей, усиленных только эйфорией. Это один из минусов новой игры плюс и повышенных характеристик врагов, ведь они просто своим базовым сопротивлением игнорируют наши знаки. Помните, я рассказывал, как работает броня? От фактически нанесенного урона просто отнимается этот показатель. Учитывая, что наш альтернативный знак наносит всего 1000 урона, их броня и их сопротивление снижают получаемый урон до 10 единиц. Примерно по той же схеме работает и Игни. Помните прошлое видео с каноничным билдом на волка? Несмотря на навык пироманьяк и стопроцентный шанс поджога, когда базовый урон от Игни равен или ниже показателя их брони, то поджиганию просто не с чего начаться. К вопросу, почему не работает замедление, у меня аргументированного точного ответа нет. Но могу предположить, что игра воспринимает противников сотого уровня как сильнейших и сложнейших больших противников, которые просто-напросто игнорируют этот дебаф. Зато отлично работает ежесекундный урон в 50 единиц. Отлично, пару часов и мы возможно убьем этим одного моба. Но это сотый уровень. Давайте уменьшим его ровно в половину и вернемся к концовке обычной игры. Примерно на 50 уровень. Тут мы практически идентичны прошлому билду, правда немного хуже. Броня дает меньше прироста мощи знаков, не хватает активных слотов, лень бежать к камню силы, ждать дождя и заката и в итоге мощь знаков немного снизилась. 691%. Замедление все так же 42%. Урон альтернативной версии чуть-чуть больше 1000 единиц и почти 100 секунд продолжительности действия знака. И еще кое-что. Небольшое, но пожалуй самое главное отличие. Теперь все работает. Замедление реально замедляет, причем есть ощущение, что раза в два. Альтернативная форма наносит уже по 500 урона. Броня ведь все таки сильна. Ну и бесполезные 50 урона в секунду конечно же сохранились. Билды разделяют 50 уровней, а он на сотом не стал при этом сильнее. И это первая из фундаментальных проблем знаков. Они не становятся сильнее. Вторая проблема бесполезность скиллов на 30 уровне или даже ниже. Сильнейшая форма игни это поджигание, что достигается обычной мощью знаков. То есть даже не урон, не альтернативная версия, а обычным критическим эффектом. Без нужды вкладываться даже в одно очко умения этого знака. Сильнейшая форма аксии это просто аксии. Вторая форма которого крайне неэффективна и совершенно не предназначена для нормального боя. И с Ирденом получается аналогично. Нам из всех эффектов Ирдена интересно только замедление, а оно ограничено 42 процентами. И знаете сколько нужно мощи знаков, чтобы добиться этого показателя? 250 процентов. 60 процентов нам дают 3 скилла синим мутагеном и еще 200 эйфория. И ведь есть еще камни силы, глифы, умения, зелья и может быть даже отвары. Но ни дополнительные навыки, ни мутагены, ни профильная броня с мечами, ни даже техника школы грифона нам не нужны. Это странно. Даже не знаю как теперь подходить к аноничному билду школы грифона. И это еще не все. Вы возможно не заметили, но я развил мощь знаков до 750 процентов. Это охренеть как много и я при этом даже не старался. Но толку-то от этого нет. И хотите прикол? Берем что я вам сказал выше, достигая мощи знаков в 250 процентов. И у нас шанс поджигания от Игни возрастает до 100 процентов сам по себе. Без единого скилла. То есть даже сейчас толку от пироманьяка нет. Я снял всю броню, а он работает. Как и Аксий. Это просто невыносимо. Давайте я вам сейчас покажу самый читерско-универсальный билд на Ирден. Потом подытожу и при этом скажу кое-что важное. Этот билд сугубо сильнейший или фановый. Воспринимайте его как хотите, ведь вы без труда сможете сделать его сами. Берем любой сет, я предпочитаю медведя или тусенского рыцаря, так как сопротивление позволяет не париться насчет полученного урона. Саму кирасу точим, то есть зачаровываем на легкость для урона. Или если у вас легкий код, то на отражение, чтобы не париться насчет стрел. В остальные части доспеха ставим глифы на Ирден. Мечи сильнейшие на урон, силу и шанс крита. Зачаровать их стоит на рассечение для дальности вихря в приоритете. Или на воодушевление для увеличения урона. Далее переходим к навыкам, берем самую читерную мутацию эйфория, которая дает прирост и к силе атаки, причем достаточно большой прирост, чтобы убивать монстров быстро, не парясь насчет всех остальных навыков. И прирост к мощи знаков, причем больше, чем дает любая профильная магическая мутация. Обязательно усиливаем эйфорию двумя навыками из алхимии, на порог интоксикации и порог передозировки. Переходим к знакам, нам требуется 2 очка на силу глифов из Ирден и по одному очку на 2 любых других знака, допустим Акси и Игни. Все 3 навыка выставляем на панель и сразу запитываем синим мутагеном. Тут нам важен прирост 60% мощи знаков от 3 навыков, потому навыки которыми пользоваться мы не будем, можно и не качать выше одного вложенного умения. Переходим к линейке фехтования, качаем линейку легких ударов на вихрь, попутно прокачивая решительность для сохранения адреналина и бессмертия для воскрешения. Возвращаемся к алхимии, докачиваем навык до синергии и наш бонус от мутагена становится 60% и убийственного куража на убойный шанс крита. Ну и в конце серый знак на технику школы кота, не зря же мы легкой ставили на доспех. В итоге у нас свободен 1 слот под умения и у меня осталось 13 очков навыков. Это значит, что такой билд можно собрать не на 53 уровне, как у меня сейчас, а например на 40. Как раз тогда можно и выполнить квест доктора Морро и собрать свой первый гроссмейстерский сет. А свободную ячейку можно занять любым навыком на выбор, например навыком из алхимии ясность мысли для усиления эффекта замедления при контратаке, либо ужасом для защиты. А можно потратить 1 очко умения на контроль метаболизма и увеличение интоксикации для увеличения общего урона, или даже на лезвие бритвы для адреналина в начале боя. А еще можно вложиться в знаки и подтянуть их эффективность. Но лично я пожалуй оставлю свои очки про запас на развитие мутаций и открытие новых активных слотов. А на текущий слот поставлю ясность мысли. Из отваров водяная баба и экима для связки восстановления хп и повышения урона. Остальное на выбор в зависимости от вашего стиля боя и проблем во время него. Например грифон и глава глаз для уменьшения входящего урона. Альгуль и древний леший для повышения набора адреналина или восстановления энергии. Суккуп с виверной на увеличение урона, или можно даже взять черта и все остальные из линейки повышения сопротивления критическим эффектом. Если в этом конечно есть необходимость. Я пожалуй буду использовать один отвар древнего лешего и зелья. Гром для силы атаки, неясы тиморибор для адреналина и энергии, а пургу ради дополнительного замедления. В итоге мы отлично защищены. У нас невероятная атака, а наши враги медленнее на 40% из-за Ирдана. Замедляются при попытке контратаки и при выпивании пурги. Убиваем мы их вихрем, адреналина на который больше чем нужно, благодаря медведю, отварам и зелиям. Но вас же не провести. Особенно тех, кто давно смотрит мои видео. Суть в том, что в этом билде Ирдан по сути-то и не нужен. Его замедление это как костыль для тех, кто только недавно играет и еще не подтянул свою реакцию для своевременного уклонения. А контролирует врагов в аксе куда лучше, эффективнее и стабильнее. Урон от Ирдана никакущий и проще использовать поджигание от Игни, который даже сейчас легко поджигает врагов. Ирдан скорее полезен для битв с одним врагом, который игнорирует аксии и не поджигается. Но при этом его основная форма замедлит противника, а альтернативный отлечет. Но это все единичные случаи и пожалуй кроме всех призрачных сущностей, с которыми справляется самая дефолтная версия Ирдана, я больше ничего и не могу вспомнить. А значит он бесполезен. Вообще знаки это странная вещь. Я еще не влазил в дебриктических эффектов, но мне если честно уже страшно. На текущий момент я посвятил знакам уже 4 видео. Общая вступительная по всем знакам. Билд на Игни, своеобразный билд стального рыцаря пироманта. Билд на аксии, максимальный контроль противников с разрубанием их с одного сильного удара. И вот теперь билд на Ирдан с замедлением. И каждый раз я убеждаюсь в одной простой истине. Знаки проще чем нам кажется. Мне из раза в раз, да и я сам себе, твердили, что сделать сильного воина, развитого во все стороны нельзя. Но этими видео и этими тестовыми билдами я стараюсь доказать обратное. И поверьте мне, кажется, я что-то нащупал. Но перед тем, как я точно это пойму, нужно добить знаки и поиграть с критическими эффектами. По знакам у нас сейчас остались только Квен, планы на которые у меня уже есть, и Аарт, механику работы которого я, конечно же, предполагаю. Огромное спасибо герою сегодняшнего видео Борису Миригольдову, который отдавая последние деньги со стипендии, решил помочь моему каналу и выразить этим свой респект. Скажу вам по секрету, Борис учится не просто где-то там, а в аэрокосмическом. Признаться честно, я про аэрокосмос знаю только то, что он находится над моей головой. Возможно, он будет одним из тех людей, которые следят за спутниками и отправляют космонавтов в космос. И чё я не спросил у него перед тем, как писать это видео, чему их обучают? А то выставляю сейчас себе дураком. Ну ладно, значит спрошу у вас. Напишите в комментариях, что такое аэрокосмос и чем там эти люди занимаются. А ещё напишите, как вам Ирден, является ли это чьим-нибудь любимым знаком и не оскорбил ли я кого-нибудь случайно. И вообще, какие у вас мысли по этому. Ну а Борису ещё раз огромное спасибо, респект и уважуха. Ссылки на его профиль в описании. Ну а мы на этом всё. Видео заслужило лайк, а я подписки на канал. А Ирден я на самом деле сегодня разбирал не просто так, а для дела. Какого, узнаете в следующем видео. Увидимся в нём, а на этом пока. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok